Привет, дорогие друзья! В этом видеоролике мы поговорим о изменениях к трудовому законодательству. И для этого, друзья, я, наверное, зачитаю вопрос моего зрителя. Но, прежде чем начать мое повествование, дорогие друзья, хочу вас пригласить ко мне на мой телеграм-канал. Знаю, что YouTube не всегда присылает уведомления о моих новых видеороликах. Для этого я создал мой телеграм-канал. Все мои видео выходят там. Ссылочка на телеграм будет в описании. Давайте, друзья, будем оставаться на связи. Ну что, давайте зачитаю вопрос моего зрителя. Хочу попросить вас детально разъяснить касательно законопроекта 7251, кого и как он коснется. Я работаю официально на госпредприятии, но ум приходит одно, что просто работодатели кинулись на 7251, так дешевле. Только не для обычных работяг, которые смыкают от семьи на воинскую службу. Думаю, эта инфа на вашем канале будет многим интересна, в том числе и мне. С уважением, Вячеслав. Привет вам, уважаемый Вячеслав, и спасибо за вопрос. Наверное, начнем с того, что включено в данный законопроект. Он, кстати, уже принят во втором чтении. И понятно, что есть такая женщина многоуважаемая, как Галина Третьякова, очень уважаемая все украинцы и вами, мои зрители, потому что есть не только украинцы, я знаю. И, соответственно, ее вот это все нововведение, ее эти все изменения. Что там с увольнениями? Давайте будем разбираться. Вся трудовая документация может вестись в электронной форме. Что это означает на практике? К примеру, если кого-то хотят уволить, необходимо отсылать эти письма, приказы и так далее, в конвертик заклеивать, по старому доброму, укрпочтой. Ну, скажем так, уже можно будет это не делать, все уведомления можно будет совершать в электронном виде. Невозможность обеспечить труд в связи с боевыми действиями. То есть, к примеру, если существует какое-то предприятие, его уничтожили, разбомбили, это будет являться основанием для увольнения. Неявка на работу более 4 месяцев. Я думал, что все знают и понимают эту проблематику. Многие люди уехали, к примеру, в Европу. А место остается, место остается, скажем так, и не вакантное, и не свободное человека. Нет, найти его нельзя. Что делать, никто не знает. И, соответственно, приняли такую возможность, если человека нет более 4 месяцев, можно его в одностороннем порядке будет уволить. Разрыв трудовых договоров необходимо будет согласовывать с военными администрациями. Также изменили срок на оспаривание незаконных, по мнению человека, действий работодателя. Это означает, что ранее был 1 месяц, сейчас этот срок сделали в пользу людей, увеличили до 3 месяцев. Так что, если, к примеру, вас незаконно уволили, либо как-то там лишили какой-то премии, лишили каких-то прав, то, соответственно, можно будет в течение не 1 месяца, как было ранее, а в течение 3 месяцев это обжаловать. Очень интересный момент по поводу совмещения совместительства. Для госслужащих даже тех же. Госслужащие, если они находятся в простое, не могут работать, они могут устроиться на другую работу, на какую-то продработку. Также они смогут заниматься ведением бизнеса. Непонятно зачем в данном законопроекте прописали отдельно гарантии для помощников народного депутата. Если его уволят, то в дальнейшем, когда будет решение суда о том, чтобы взыскать деньги, восстановить его на работу, этот человек-помощник сможет взыскивать деньги не через исполнительную службу, которая достаточно долго работает, а через казначейство. То есть документы будут поддаваться в казначейство, и казначейство попросту спишет деньги со счетов. 60-часовая рабочая неделя. Я думаю, вы знаете, что на сегодняшний день за неделю можно работать не более 40 часов. На военное время это все изменится и до 60 часов. То есть если пятидневка, то необходимо будет работать каждый день по 12 часов. Это, друзья, основные нововведения законопроекта. Он был принят в первом чтении, он был принят во втором чтении, его передали на подпись президента. Так что ждем подписи президента. Как вы видите, я тут соглашусь с мнениями многих экспертов в интернете, что действительно права рабочего человека, права человека, кто работает на кого-то, действительно ухудшаются по отношению к тому, что было. Но я хочу заметить, друзья, что это не все нововведения. Существует также новый законопроект под номером 5371. Он тоже относится к труду. Он тоже был принят уже в первом чтении. Почему-то тоже многие говорят, что он скандальный. В чем такая скандальность данного законопроекта? Есть кодекс законов о труде, ГЗОД. Там прописаны все, скажем так, права человека, права работника и так далее. И хотят сделать, чтобы те права, которые у работника, не распространялись на, скажем так, предприятие до 250 человек. То есть, если предприятие не очень большое, то можно будет заключать отдельные трудовые договора, отдельные какие-то контракты на отдельных специальных условиях. То есть, конкретно прописывать какие-то условия для конкретного человека. И, естественно, они могут отклоняться от того, что прописано в кодексе законов о труде. Также в 5371 хотят упростить процедуру увольнения, что работодатель должен обосновать как-то основания для увольнения. То есть, нету там какого-то конкретного четкого перечня, нарушения там трудового законодательства и так далее. И, соответственно, хотят, чтобы увольнение было проще. С точки зрения юриспруденции, с точки зрения того, что я учился на юриста когда-то и достаточно изучал, скажем так, теорию трудового законодательства, я хочу заметить одну вещь, что наш кодекс законов о труде нам достался от СССР, от Советского Союза. Почему постоянно хотят его изменить и переписать? Его хотят приравнять к тем условиям, которые существуют на сегодняшний день за границей в Европе. Допустим, в той же загранице человека могут уволить в любой момент и особо, честно, ты там ничего не докажешь, не посудишься и так далее. И хотят, скажем так, привести это законодательство в соответствии с теми же европейскими, не знаю, прям какими-то американскими нормами. То есть, чтобы работодатель, у него были развязаны руки, чтобы он мог сам себе заключать какие-то договора, заключать контракты и выбирать того человека, с которым он хочет работать. Чтобы не было того, что я, честно хочу сказать, работал на большом предприятии давно когда-то юристом и я помню все эти моменты. Вот, к примеру, человек не хочет увольняться. И что ты с этим человеком можешь сделать? Это достаточно сложная процедура, уволить правильного человека, чтобы он потом не пошел в суд и не обжаловал действия. И, поверьте, очень часто у них это получалось, пойти в суд и обжаловать. Кроме того, взыскать еще и компенсацию за все время суда, скажем так, за все время вот этого вынужденного прогула, который человек, ну, сделал. По понятным причинам, что он судился и не мог работать. Хотят это все убрать, хотят максимально упростить. Хотят же, чтобы к нам в Украину, когда закончится война, зашли иностранные корпорации, зашли иностранцы. И они могли здесь что-то строить, какой-то бизнес. И чтобы это было на таких условиях, на которых будет выгодно в первую очередь иностранным работодателям. Так что, друзья, вот такие вот изменения. Если, скажем так, видео как-то вам понравилось, говорил, мой знакомый где-то с вами срезонировало, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего, скорейшей нам победы, а также мирного неба над головой.